Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Недавно сыграл небольшой матч с Иваном Смурковым, мастером из Ярославля. Проиграл его с разгромным счетом 6-1, но получилось провести одну красивую комбинацию. Вначале покажу вот эту идею, потом идею, которую провел Иван Смурков, а в конце видео покажу идею из бразильских шашек, которая, кстати, возможно и в русских шашек. В матче с Иваном возникло следующее положение. Иван играл белыми. GH4, BA5, HG3, AB6, GH2, BA7. Игра Петрова или игра по уголкам. Этот дебют любят играть начинающие шашисты. Мы избрали для того, чтобы как-то запутать друг друга. Иван разменялся, CB4 и побил в центр. Я играю в BA5 и начинаю охват центра белых. Центр белых довольно-таки рыхловат. В этой позиции надо было Ивану, скорее всего, разменяться вот таким образом. И видите, была хорошая позиция, потому что на нападение CD6 проходит простенький удар по затылку. То есть играем же F4, отдаем одну шашку, затем вторую и забираем две. С примерно равной позиции. Иван же решил обострить эту позицию и сыграл CB2. Этот ход уже отдает преимущество черным. Я атакую ходом DE5. И здесь, скорее всего, надо было закрываться ходом BC3. Но Иван предпочел ход DC3. Здесь уже у черных большое преимущество, огромное. Игра ED6 и Иван здесь попался на комбинацию. Иван сыграл AB4, я провел комбинацию и выиграл. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за черных. Я сыграл FG5. И видите, в эту сторону бить нельзя. То есть если побить сюда, черные проводят комбинацию. Обратите внимание, что сразу же комбинацию проводить нельзя. То есть если отдать DE7, здесь уже победят даже белые. То есть видите, если побить, допустим, на поле F4, тогда белые бьют. И затем играют CD4. И здесь они выигрывают даже. То есть а если побить, допустим, на поле G5, тогда белые бьют две шашки. И видите, белые остаются с лишней шашкой. Поэтому, когда вы проводите комбинации, будьте внимательны, рассчитывайте их до конца. То есть в этой позиции правильно провести комбинацию. Отдаем шашку таким образом. И если белые бьют на поле F6, шашкой H4, тогда отдаем сперва HG5. И затем DE7. Это правильный вариант комбинации. Ну и здесь черные должны победить без проблем. Это первый вариант. Второй вариант. Если белые бьют таким образом, тогда уже здесь надо побить именно сюда. Белые бьют. И затем отдаем шашку. Затем еще две. И затем бьем четыре шашки соперника с выигрышем. Именно так и было в партии. Первая идейка. Вторая идея. Если бы белые в этой позиции сыграли EF4, тогда черные проводят тоже похожую комбинацию. Также можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за черных. Играем FG5. Ну в эту сторону, видите, бить нельзя. Черные просто попадут в дамки и легко выиграют. Поэтому приходится бить сюда. Теперь снова, видите, не проходит вот эта комбинация DE7 сразу же, если проводить. Комбинация под названием стрела. Она здесь не проходит, как ни странно. То есть белые проводят контркомбинацию. Разверну. Теперь уже поставьте видео на паузу за белых и попытайтесь найти контркомбинацию. Белые отдают две шашки, затем третью. И возникают ничейные позиции, как ни странно. Так что в этой позиции правильно проводить комбинацию таким образом. Играем FG5. Надо бить сюда. И здесь надо сыграть HG5. Ну вот здесь уже как бы белые не били, черные выигрывают. Ну допустим, побили сюда, тогда так. Ой, прошу прощения. Если побили назад, тогда сюда просто. И выиграем. Так, а если побили вперед, тогда DE7. И черные легко выигрывают. Вот такие интересные нюансы. В другой партии Иван уже играл черными. И ему тоже удалось провести симпатичную идейку. EF4, Bc5. Пытаемся друг друга запутать. DE3, AB6. Я сыграл уже H4. И черные разменялись. Я бью в центр. У меня центр, но он тоже довольно-таки рыхлый. Есть у черных контур игра. CD4, GF6, BC3. Здесь в принципе, можно было сыграть черным и FG5 с интересной игрой. Ну, Иван предпочел разменяться. Сыграл B5 и DE5. И побил две шашки. Ну, я вот здесь уже занимаю центр. Здесь он уже хороший. Иван еще пытается как-то играть на охват. CD4, CB6, AB2, FE7, CD2, BC7. Здесь я сыграл уже F4. И Иван сыграл CD6 с ловушкой, в которую я и угодил. Здесь у меня уже было очень мало времени. И я провел комбинацию. Друзья, поставьте видео на паузу. И попытайтесь оценить последствия комбинации за белых. Я сыграл DE5 в этой позиции. Черные побили. Затем FG5. И затем DE3. Эта комбинация уже проигрывает. То есть я бью 3. Иван сыграл DC5. Мне надо ставить дамку. И здесь черные проводят контркомбинацию. То есть игра DC7. Бьем, допустим, на F8. Затем AB6. Бьем, допустим, на B4. И черные ловят дамку белых. И сами прорываются в дамки. И здесь ничьей за белых нет. Например, белые играют AB4. Хотят еще выстроиться, допустим, FE3, EF2. И затем разменяться Bc5 с ничьей. Но черные здесь успевают выиграть. То есть переводим дамку, допустим, на G7. И на ход FE3 уже нападаем. Надо отходить. Черные играют Bc5. Ну и на любой ход. Затем играют FG7. Занимают большую дорогу. И легко выигрывают. Если белые здесь жертвуют шашку. Пытаются порваться. Просто играем сюда. И на так играем сюда. 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 Легкий выигрыш. Следующая партия была сыграна на турнире по бразильским шашкам. Играли с контролем. Времени 0. 0 плюс 2. То есть дается 3 секунды на первый ход. А затем каждый раз за ход добавляется 2 секунды. Очень жесткий турнир. И мне удалось войти только в десятку. Но удалось выиграть несколько интересных партий. И вот это одна из них. Кстати здесь идея проходит и в русские шашки. Леталка E3 на H6. H6 на A5. Белая игра GH4. И пытаются охватить центр возможный черный. Я сыграл Bc5. Ну можно было в принципе и F5 сыграть. Белые разменялись CB4. Ну здесь видите в бразильские шашки одну бить нельзя на B4. Скорее всего большинство игроков именно так бы и сыграло. Но в бразильские шашки белые вынуждены бить 2 шашки. B на B6. Я бью в центр. Все таки эта позиция мне более приятна за черных. Далее в партии последую. AB2 Fe5. BC3 Gf6. Fe3 Hg7. У черных центр. Ну видите застряла шашка на G7. Но тем не менее она сейчас участвует в создании колонны черных. Белые сыграли CB4. И здесь для того чтобы не проиграть черным надо сыграть аккуратно ED4. То есть видите за счет того что у белых переразвитие черные вылазят в центр и стабилизируют свою позицию. Здесь белые ошиблись. Сыграли B5. Уже неудачный ход. Ну и после размена в центр на E3 здесь уже преимущество у черных. Можно было сыграть DE5. Но я предпочел сыграть B7. Так как увидел что на ход допустим Fe5 возможно комбинация которая и последует в партии. Белые сыграли EF4. Ну и здесь у меня уже не остается ходов. Остается единственный ход Fe5. И мне надо попадаться на комбинацию. Белые играют AB4. Ну и кажется что они здесь выигрывают. На самом деле это не так. Я бью на G3. Белые бьют вперед. Затем бью на A3. И белые отдают 3 шашки. Я побил 3 шашки. Видите шашка не превращается в дамку. Так как это бразильские шашки. И белые попали в дамки. Ну идея еще раз напомню. Что проходит и в русские шашки тоже. Ну и здесь мне удалось красиво победить. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за черных. Здесь я увидел моментально что могу зажать дамку белых. Я отдал 2 шашки входом с AB6. Белые побили. Затем сыграл E6. Белые побили. Ну и видите. Одна шашка черных. Держит 2 шашки белых и дамку. А вот эти 2 шашки легко справляются с одинокой шашкой белых. Далее в партии было AB6. И белые еще раз ошиблись. Сыграли не D2. Здесь у черных более простой выигрыш. Я просто сыграл BC5. Ну и на ход DE3 пожертвовал шашку еще одну. И сыграл DC7. Ну и белые сдались. Вот такой симпатичный выигрыш. Тем не менее белые могли здесь еще посопротивляться. То есть после хода AB6. Можно было сыграть более точно. EF2. Ну и здесь еще черным на помучаться. Если черные не знают здесь одну симпатичную идею. То они здесь могут даже проиграть. То есть здесь надо уже играть BC5. Ну и на ход FE3. Допустим сыграть DC7. Допустим EF4. ED6. FG5. Ну и черные идут в дамки. GF6. BC3. Белые нападают. Жертвуем еще одну шашку. Побили. И ставим дамку именно на C1. То есть видите друзья. Если теперь играть на поле B6. То черные просто играют на поле F4 дамкой. Ну и на ход BA7. Зажимаем полностью силы белых. С выигрышем. Если же белые в этой позиции сыграют CD6. Тогда здесь тоже есть очень красивый выигрыш. Щедро жертвуем последнюю шашку. И одна дамка черных выигрывает против двух дамок и двух шашек белых. То есть на любой ход бьем на поле F8. И легко выигрываем. Вот такие симпатичные идеи. Друзья если вам понравилось сегодняшнее видео. Обязательно ставьте большой палец вверх. Подписывайтесь на канал. Поддержите мое творчество. Пишите комментарии. Задавайте вопросы если что-либо не ясно. И увидимся на шашечных баталиях. До свидания. И давайте воевать только на шахматной и шашечной досках.